История на кладбище Автор рассказа Андрей Буровский Это было в одном из самых хороших, самых светлых мест, которые я знаю в Сибири, в селе Юксеево. Место и впрямь потрясающее. Огромное село, протянувшееся вдоль реки. Крутые откосы Енисея, на них домики села, много больших низких островов, а на правом берегу высокие горы Восточной Сибири. Село красивое, интересное, а въезжаешь в него через огромный Юксеевский бор. Бор этот заповедный, его не рубили никогда, и в бору много сосен, чуть не в два обхвата толщиной. Изобилие рыжиков в этом бору не поддается описанию, а на берегу Енисея, почему-то именно в Юксеево, стоят ивы, которых я нигде больше в Сибири не видел, высотой метров двадцать и тоже в полтора обхвата. В Юксеевском лесничестве много лет стоял стационар Института лесоакадемии наук. Пока на нем работал мой близкий друг, место было для меня открытым, и ни один день, даже не одну неделю провел я в этом замечательном месте. В Юксеево всегда почему-то снились необычные сны. Почему? Я не берусь объяснить, но всякий раз и все люди, жившие в Юксеево, рассказывали о необычных, очень ярких и очень может быть вещих снах. Я слишком плохо разбираюсь в этом, чтобы утверждать, вещи или были сны. Очень может быть, я просто не умею эти сны правильно понимать. Но во всяком случае яркие цветные сны здесь снились даже тем, кому не снились никогда и нигде. Это точно. В 1995 году в Юксеево остановилась наша комплексная экспедиция. Одна из программ должна была изучить даты жизни и смерти местного населения. Работа эта деликатная, люди воспринимают ее по-разному, а вот результаты могут быть очень интересными. Дело в том, что жители большинства сел, особенно четко мужчины. Очень определенно делятся на две группы – долгоживущих, помирающих редко до 60, и короткоживущих, у которых прослеживается два пика ранней смертности – 16-21 год и 33-38 лет. О причинах этого явления можно написать отдельную книжку. Но сейчас важнее, как получают нужные сведения. Нужно идти на кладбище и переписать на всех могилах все даты рождения и смерти. Работа может быть и не очень оптимистическая, но и не особенно трудная, и даже, пожалуй, приятная. Потому что дело было в июле, и весь день стояла тяжелая жара. Тяжелая континентальная жара. Установился антициклон. И надолго. Весь день или нет ни облачка, или какие-то размытые облачка, отдельные, не делающие погоды. Уже 8 часов жарко. К 10 утра высыхает роса в самых дальних уголках леса, и все пронизано светом, теплом, жаром, солнцем, жужжанием насекомых, полетом бабочек и птиц. А в жаркий день на кладбище под высокими деревьями прохладнее. Экспедиция стояла в Комарово, и там кладбище уже было изучено. В Юксеево мы приехали на день. С тем, чтобы день поработать, переночевать и уехать обратно. Работали весь день. А вечер? Это был удивительный вечер, первой половины июля. Вечер, как и в году, бывает не больше 15-20. Прошла прозрачность, нежность весенних закатов, их летучая дымка. Краски неба гуще, основательнее, но и до осенних им далеко. И краски земли тоже гуще, сочнее. Исчезла игра салатных полутонов, прозрачная листва, молодая ломкая травка. Кругом высокотравье, а над ним кроны уже тяжелые, плотные, темно-зеленые. Вечером было не жарко и не душно, а только очень тепло. Так тепло, что можно не одеваться даже в тени. Земля только отдает тепло, но уже не пышет жаром. Но так тепло, что продолжают летать бабочки. Мы сидели весь вечер в Юксеевском лесничестве и просто откровенно отдыхали. Вечер был еще долгий, прозрачный, почти как в июне и в мае. Розовая дымка по всему горизонту и не только на западе. Все пронизано светом, уже без духоты и без жара. Ни дуновения, несколько часов безветрия, розового-золотого света, розовой дымки, покоя, невообразимых красок неба. Днем машины подняли пыль, и теперь она медленно опускалась, позолоченная солнцем. Вечер нес ощущение покоя, отрешенности, какой-то завершенности во всем. Жизнь представала быстротечной и красивой, как на гравюрах Хакусайи. А за сменой форм, их внешней красотой и совершенством угадывалось что-то более важное, вечное. Так звуки органа вызывают грусть, острое переживание красоты и совершенства, понимание земного как преддверие. «Знаешь, Андрей сегодня не стал работать», – удивленно сказала жена. «Это и правда удивительно, потому что чем Андрей славен, так это феноменальной безотказностью». «Андрюха, что с тобой?» «Да как-то тяжело, душно, под градом по лицу, даже решил, что заболел. Вышел с кладбища, стало полегче, так и сидел в тени». «Андрей, давай честно, не по душе тебе этим заниматься». «Ну и это, я как-то подумал, а вот кто-то придет и будет на нашем кладбище так же вот пересчитывать, кто сколько прожил. Мы же не из любопытства, Андрюша, и не развлекаемся». «Я знаю, я же не против, я только говорю, что в голову лезла, может быть, тоже от жары. Я откуда это знаю? Сижу я в тени, сачкую, а в голову всякое лезет». Позже оказалось, что ни один Андрей что-то захандрил. Еще двое изо всех сил порывались сбежать с кладбища, но не так откровенно, как Андрей. Эти двое старались отлучиться под благовидными предлогами, принести всем воды, отнести заполненные тетради, помогать дежурным. С обоими я потом разговаривал, и симптомы были те же. Что-то тяжело, зловеще, как-то неприятно. Сами не понимаем, в чем дело. Но под градом, а выйдешь с кладбища полегче. Произошло на кладбище еще одно интереснейшее событие, но его от меня тоже, как выяснилось, утаили, и узнал я о нем гораздо позже. Ложились мы в этот вечер поздно, где-то уже в первом часу. Мы с Еленой Викторовны расположились на веранде лесничества. И попрохладнее, и так мы будем контролировать отряд. Перед нами была только запертая на щеколду дверь в одну хилую досочку. В общем, дверь от честного человека. Около часу ночи вдруг бешено залаяли собаки. Дикий собачий ор поднялся где-то возле кладбища и постепенно приближался. Полное впечатление, что собаки сбегались в какое-то определенное место и начинали кого-то облаивать. А потом чались за этим кем-то, медленно идущим вдоль деревни. И при том собак становилось все больше и больше. А к лающим в процессе присоединились еще и все цепные псы. Так продолжалось минут 20, и постепенно приближаясь, собаки лаяли теперь совсем неподалеку от лесничества. Как я не устал за день, странное поведение собак было уж очень неинтересным. И я прислушивался изо всех сил. А потом по гравию дорожки раздались приглушенные шаги. «Слышишь?» — шепнула мне в ухо жена. «Ага, а она тоже не спит. Ее тоже разбудили собаки». А шаги все приближались к лесничеству. Мелколетучие, осторожные, словно идущий не хотел шуметь. Вскоре стало ясно, что кто-то стоит непосредственно перед дверью, может быть метрах в двух. Я совершенно не исключил, что сейчас в щелку вставят нож или что-нибудь тонкое и стану поворачивать щеколду. Но ничего подобного не происходило. Кто-то стоял перед дверью и не делал решительно ничего. Кажется, он даже и не дышал. Этот кто-то, по крайней мере, сдерживал дыхание. Потом она исчезла, эта уверенность, что кто-то стоит за дверьми, и снова вспыхнул истошный собачий лай. Лаяло не меньше пятнадцати псов, и этот собачий эскорт удалялся куда-то в дальний, противоположный конец деревни. Мы кратко обсудили положение. Не было вроде причин будить лагерь, принимать какие-то меры. Что-то происходило. Это ясно. Кто-то шатался по поселку и, кажется, затеял нас искать. Но вроде бы серьезных причин бить тревогу не было. У меня еще сказывалась старая уверенность, что Юксеева место исключительно хорошее. Что ничего такого здесь быть попросту никак не может. Хотя, с другой стороны, что-то такое уже разгуливало по деревне. Как ты все это не трактуй? Мы задремали. Собачий лай замирал в конце деревни. А потом уже перед рассветом, часа в четыре, лай снова вспыхнул. Вдалеке. Но так же бешено. И приближался. Я опять пробудился от лая и лежал, все ожидая, что же дальше будет. Лай катился в обратном направлении. В нашу сторону, к лесничеству. Я порадовался, что никто не пошел в уборную или проветриться. Может быть, конечно, надо было выйти на улицу и заняться разного рода экспериментами. На это я отвечу так. Проводить эти эксперименты вы будете, господа, в своих экспедициях. А я в своей не буду. Вот и все. Лай приближался, достигнув максимума снова напротив лесничества. Сколько орала собак? За десять-пятнадцать ручаюсь, но очень может быть и больше. Тем более, что одни псы не выдерживали темпа и замолкали, а другие включались в общий бешеный лай. Но у кого могли облаивать псы посреди ночи из конца в конец большого поселка? И опять послышались осторожные шаги. Сначала по гравию, потом по земле. Раз по земле, значит, кто-то сошел с посыпанной гравием площадки и встал сбоку от двери. Я очень хорошо знал, где стоит сейчас этот кто-то. На расстоянии буквально шага от крыльца и от двери. И опять я ждал, пытаясь угадать, что будет делать этот кто-то. Просунет в щелку что-то тонкое, вышибет дверь бешеным ударом, попытается заглянуть в застекленную веранду. Но не было совсем никаких действий. Несколько минут висела напряженная тишина. Почему-то я понял, что Елена Викторовна тоже не спит. Так мы и лежали без сна, пассивно ожидая, что же будет. А через несколько минут опять вспыхнул жуткий и заполошенный лай собак. Лай двигался туда, где начался несколько часов назад, в сторону кладбища. С первыми лучами солнца собачий лай смолк, и больше ничего такого не было. Но и спать у нас уже совсем не было времени. Автобус на большую мурту уходил в 7 часов утра, и на него надо было попасть. Мы почти сразу встали, а через полчаса я уже злорадно вытряхивал из спальных мешков всю остальную экспедицию. Только уже в Комарова я узнал, что Елена Викторовна знала о происшествии больше всех. Потому что во время переписи данных на кладбище ее нога внезапно провалилась в какую-то неглубокую ямку. Елену Викторовну окатило вдруг волной ледяного ужаса. Почему? Ведь событие совсем не было пугающим. Казалось бы, не произошло ничего, что могло бы вызвать такой внезапный приступ ужаса. Не было таких причин. Из глубин сознания вспыхнуло что-то вроде «утащим». Но состояние было недолгим. Яркий солнечный свет, ветерок и чувство долга быстро прогнали все страхи. Весь день Елена Викторовна переписывала сама и организовывала других. Но чем меньше была загружена работой, тем чаще вспоминала неприятный, но короткий эпизод. Но вот заснуть в эту ночь ей что-то мешало, еще до того, как вспыхнул по деревне лай. И если я спал хотя бы урывками, Елена Викторовна не спала совершенно. Так полузабывалась, но одновременно прекрасно слышала происходящее вокруг. Мне не хотелось бы комментировать эту историю. Придумать можно очень многое, но цена-то этим выдумкам. У меня нет точных сведений для того, чтобы дать происшедшему серьезное надежное объяснение. Я рассказал только то, чему был свидетелем. И уверен, что передал все точно. Вряд ли стоит вопрос, верить или не верить в то, что лаяли собаки и раздавали шаги. Если мы оба вменяемы, и я, и Елена Викторовна, то лай и шаги все же были. А как это понимать? Думать нужно. Родственная история Автор рассказа Андрей Буровский В 1987 году копали возле деревни Береговая Подъемная Большимуртинского района. Там было огромное поселение Бронзового века площадью десятки тысяч квадратных метров. В XVIII веке русские основали деревню прямо на территории древнего поселения. Всем нравилось сухое, удобное место над Тихой речкой, над поймой огромного Енисея. Русская деревня разрасталась, и все чаще прямо над культурным слоем Бронзового века времен Скифов образовывался слой современного или почти современного русского поселения. Но последние семьдесят лет деревня становилась все меньше и меньше. Ставили ее в месте красивом, здоровом, удобном для жизни. Но при советской власти это все было неважно. Гораздо важнее было, что до деревни ехать из райцентра далеко. Едешь с Большой Мурты девять километров и приезжаешь в Комаровку. Название очень верное, потому что стоит Комаровка в пойме реки, в сыром поганом месте, неудобном для ведения хозяйства и нездоровым для жизни. А затем до береговой подъемной надо ехать еще шесть километров. Кроме того, береговая подъемная была центром белого движения. И посудите сами, как же ее любить властям. И постепенно правление колхоза перенесли в Комарово. Туда же в центральную усадьбу стали стекаться и люди. А береговая подъемная все умирала и умирала. Все делалось меньше и меньше. В 1987 году жило в ней от силы четверть до военного населения. Среди них все больше старики. Так что копали мы на месте, где дома стояли давно, до 50-х годов. А потом жители их умерли, наследники жить в береговой подъемной не хотели, так что дома разобрали для каких-то колхозных нужд. Никто больше не засевал картофельные поля, не возделывал огороды. И на месте этой части деревни появился большущий пустырь. Чтобы дойти до слоя бронзового века, нам приходилось копать фундаменты на дворные постройки и кухонные остатки русских 19-го и 20-го веков. Различать слой 19-го и 20-го веков оказывалось трудно, потому что в 20-м веке жили в домах, построенных и 100 и 150 лет назад. Различается посуда в хозяйственных ямах, куда сбрасывали битые тарелки, чашки и кружки. А дома, сараи и коровники чаще всего оставались те же самые. А если сарай и строили на другом месте, то ведь не было в нем никаких отличий от другого сарая, построенного на сто лет раньше. Приходили местные и с большим юмором воспринимали наши занятия. Большие дяди, а играют в песочек, порой читалось на их лицах. А один пожилой дядька стал требовать с экспедиции бутылку за то, что мы копаем усадьбу его бабушки. «Тут вот она жила», – уверенно говорил он, тыкая пальцем в темное пятно мешаной земли, обозначавшее место, где стоял раньше дом. «А если вы наследник, почему тут не живете?» «Я на Кразе работаю». В результате мы стали называть этот слой русской деревни бабушкиным слоем. На мой взгляд, довольно точно. А жили мы в доме прямо посреди деревни, и как-то девушки вбежали в этот дом очень уж поспешно. Я сразу решил, за ними гонится какой-нибудь любвеобильный комбайнер. Но оказалось, что они гуляли за раскоп и никого по дороге не встречали. Только от обрыва к речке шел какой-то серый человек. И почему-то при виде этого серого они очень испугались и захотели убежать побыстрее. Чем он их напугал? Ничем. Он просто шел себе и шел. Чего же они так кинулись сразу домой? Ах, они сами не знают. Им просто очень неприятно было там находиться и все. Вроде бы инцидент исчерпан. И неважно. Мало ли кто мог там идти. Но и на завтра серый человек уходил от обрыва к реке. Кто такой? Никто не знает. Кто его видел? Только те, кто вечером ходил за раскоп, за околицу деревни. А в самой береговой подъемной его отродясь не видали. Так в самой экспедиции прогулки за раскоп в ту сторону деревни стали несколько непопулярны. Благо ходить можно было ведь и совсем в другую сторону. Заслияние рек верхняя и нижняя подъемная. Сенокосные душистые луга. Я сам решил прогуляться и посмотреть, что же происходит на раскопе. Стоял типичный для сибирского августа вечер. Темно-прозрачный, ветреный, прохладный. Низкие тучи то закрывали луну, то пропускали новую порцию серебристого загадочного света. С высоты террасы открывался вид на реку, на луга за рекой. Видно было хорошо, но не четко. И главное, временами лунный свет почти исчезал. Наваливалась прямо-таки угольная темнота. То все видно на километры, а то не видно в двух шагах. До сих пор не могу поклясться, что видел этого идущего к реке человека. Вроде бы один момент очень четко был виден серопрозрачный силуэт, сквозь который отсвечивали прибрежные кусты. И действительно навалилось вдруг чувство неуверенности, страха, какой-то иррациональной незащищенности. Захотелось оказаться подальше от обрыва деревни, вообще от всех этих мест. Тут же тучи закрыли луну так быстро, что я не успел убедиться, не мерещится ли. С полминуты не было видно вообще ничего. А когда опять палился лунный свет, у реки ничего не было видно. А на завтра, здесь же, на непопулярном месте, мы сделали интересное и странное открытие. Похоже, что от бабушкиного дома уходил в сторону обрыва какой-то отдельный проход. Дом как бы продолжался в ту сторону узкой, не шире метра полосой. Зачем? Тут как раз опять настала суббота и приехал внучек, трудившийся на кразе. Вот вы говорите, что это бабушкина усадьба. А тогда я у вас спрошу, не знаете, что это за странный выход к обрыву? Это не выход, это схорон. Схорон? А что вы удивляетесь, схорон. Там кулак один прятался. И пожилой внук назвал имя и фамилию. Я их приводить не буду, потому что потомки этого человека вполне могут и сейчас жить в Красноярске. А они не просили меня рассказывать их семейную историю. Назовем его, ну скажем, Федоров. От кого же он прятался, не знаете? От кого, от кого? Сами не знаете, от властей. Раскулачили его в 34-м, выслалили в Венесейск. Он по дороге сбежал, жену с сыном устроил на руднике. Не помню на каком. А сам вернулся и сидел у бабушки. А почему именно у бабушки? У него же дом свой был, я думаю. Дом? В его доме давно Иванов жил, председатель бедноты. Даже говорили, будто Иванов донес. А это вранье. На него брат донес. Брат? Ну, не поделили они поля. Вы где поля раньше были, знаете? Я хорошо это знаю. От береговой подъемной до пакуля километров 12. Идет сплошной березняк. Выросший на месте полей. Только отдельные редкие сосны возвышаются среди осин и берез. Эти сосны раньше были межевыми, разделяли поля разных владельцев. Ну вот. А брату-то ничего и не досталось. Потому что сам кулак. А дом Иванову отдали председателю бедноты. Председателю комитета бедноты? Ну да, комитета. Потому что Федоров-то его эксплуатировал. Так пусть он теперь его дом получит. А бабушку Федорову, дай-ка посчитаю, получается, тетка она им была. Четвероюродная. А значит, он и вам родственник. Ну да, и он родственник. И полдеревни родственники. У бабушки муж Георгиевский кавалер был. И у властей на подозрении. Потому он у нее и поселился. Так Федоров просто в схоронье сидел? Какой смысл сидеть в схоронье и ничего не делать? Ну уж не так и ничего. Опера Данилова кто застрелил? Он. Кто возле мурты милицию пострелял? Тоже он. А вы говорите ничего. Выходит, воевал Федоров? Воевал. Только зачем все это? Год просидел, свету не видел. Потом все равно донес кто-то. А кто донес, не знаете? Чего не знаю, того не знаю. А донесли. И органы из города приехали. Органы? Ну, КГБ тогдашнее. Тогда по-другому называлось. НКВД? Во-во, НКВД. Федоров-то уходите в свой схорон. А они и про схорон уже знали. В деревне же не утаишь, кто у моей бабки живет, куда сбегает прятаться, если приходят. Так что знали они все, знали. А он, Федоров, может быть, все равно ушел бы. Он давно ход в обрыв прокопал. Дом-то видите где? Конечно, вижу. Метров десять от обрыва. Во-во. А Федоров-то и прокопал ход. Те чекисты, в смысле, заслоны ломают схорон, а он уже бежит через свой ход. Может быть, и ушел бы. Но увидели его и кричат. Мол, вот он, вот он. Да кто же его выдал-то? Что за скотина? Ну, кто? Гуриев, кричал Тимофей. Это имя я тоже придумал. Но главное, мой собеседник, отлично знал, кто именно выдал Федорова ГБшникам. Те, само собой, наружу. Федоров бежит к реке. Бежит. А они из наганов. И никак попасть не могут. Далеко. Один только у них с винтовкой был. Местный. Он Федоров и положил. Что, тоже родственник? Тоже. Дайте-ка я посчитаю. Получается, брат он Федорову был. Троюродный. Он как выбежал. Федоров. Фамилия придумана. Сразу на колено. У него и значок был ворошиловский стрелок. И как выпалит. С первого раза положил. На повал. Небось еще награду получил. А как же. Перед войной в гору пошел. На фронте не убили бы. Он, может, и генералом стал бы. Хочу сказать, что палачи, как показывает весь опыт истории, очень плохие солдаты. На фронте ведь стрелять надо не в спину и не в беспомощных беглецов. Так что трудно сказать, как там получалось на фронте. Но, конечно же, прикусываю язык. Не могу сразу определить, что больше поражает меня. Это давняя кровавая история, чудовищные нравы или интонация собеседника. Он вовсе никого не осуждает. Не оценивает. О предательстве, доносе и убийстве рассказывает, как мог бы говорить об обеде или, скажем, о покосе. Мир так устроен и все. Такой не будет ненавидеть, сердиться. Но прикажут или просто окажется выгодно. Он и сам убьет. Просто потому, что так мир устроен. И нечего тут умничать и выдумывать. В общем, родственная история получается. И жил беглый у родственницы. И убил его родственник. Интересно, а выдал ты родственник? Точно не знаю. А говорят, что выдал. В общем, получается, что тоже брат. А вы говорили, сын у него был, у Федорова. С ним что случилось, не знаете? Ну, почему не знаю? Знаю. Красноярский сын живет. Только фамилия другая, по матери. У него самого внуки есть. И тут бывал не раз. У бабушки в усадьбе жил. Как бы его найти, не подскажете? Внук, в сомнении, жует губами. Да что ж, говорите. Вам зачем? Вы нам кто? Приехали, уехали. Вон, даже копайте, который день всю усадьбу бабушки разворотили, а даже бутылку не поставили. Спасибо вам за рассказ. А бабушка-то, ты какого времени тут жила? Она и померла в этом доме? Нет. Бабушка в Комарово померла. Сын у нее там жил. Она к нему уехала. Дай бог памяти лет двадцать, как тому назад. И сразу померла. Года не прошло. Еще раз благодарю собеседника. А сам подхожу к обрыву, осеняю себе крестным знаменем и кланяюсь в пойму. Туда, где упал свободный русский человек. Царствие небесное тебе жертва родственной истории.